приветствую вас друзья в этом видео снова поговорим с вами про патч 1.26 конкретно будем говорить про доработку системы обзора в прошлом видео я поверхностно прошелся по всем изменениям все показал и теперь начнем подробнее разбираться уже конкретно с некоторыми вещами вот что написано в доработке системы обзора во первых лампочку перенесли левее и ниже и лампочка всегда видна игроку если он находится в засвете вот на фоне вам бой из общего теста патча 1.26 где я специально поехал поближе к соперникам для того чтобы проверить как лампочка работает лампочка светится всегда когда вы светитесь то есть если вы обновили за свет лампочка продолжает гореть если соперник подъехал к вам и светит вас рентгеном то лампочка светится абсолютно всегда пока вы в рентгене допустим в модах есть улучшение лампочки просто продление работы лампочки на 10 секунд вместо того чтобы лампочка горела пару секунд она светится 10 секунд но она после 10 секунд просто тухнет и неважно обновился засвет не обновился дальше соображайте сами если вы продолжаете светится то лампочка вновь не загорится и вы можете думать что вы отсветились но вы светитесь дальше но с таким изменением вы всегда будете знать что вы светитесь таким образом пропадут моменты когда ты подлавливаешь соперника на том что ты его из необычного места светишь он думает что он отсветился вылазит и подставляется такие моменты либо пропадут либо и станет меньше в принципе система засвета очень сильно меняется та же игра для светляков тоже я думаю для этого и переместили лампочку в сторону для того чтобы она прям посередине экрана ничего не перекрывала но я также считаю что есть огромное количество людей которые привыкли что лампочка посередине нужно сделать какую-нибудь галочку чтобы вернуть лампочку на прежнее место но и мне допустим нравится что лампочка сбоку поэтому я думаю нужно просто сделать выбор чтобы люди поставили лампочку там где им надо так будет лучше всего также выход из засвета сопровождается звуковым сигналом можно самостоятельно настроить размер индикатора и его прозрачность честно говоря звуковой сигнал что лампочка заканчивается такой на пол рубля что-то там бремкнула очень-очень слабенько и все не особо как-то ни о чем ну а лишние настройки с лампочкой никогда не помешают правда делать лампочку на сто процентов прозрачной я уже представляю как танкисты играют с лампочкой которую не видно зрелище думаю будет интересно кстати под прошлом видео кто-то спросил можно ли выключить лампочку если такие настройки добавят то принципе можно будет делаешь прозрачность 0 и ее не видно но зачем это делать я не понимаю ведь лампочка очень важную информацию по бою дает ну и последнее изменение доработки системы обзора в лохах нанесения урона будет отображаться попадание по незасвеченной машине противника актуально только в рамках общего теста обновления 126 то есть это я так понимаю просто добавили потестировать но насколько же это странно я специально сыграл бой на воффентрагере где я блайндами стрелял по кустикам и вот что получилось на карте эль халу в начале боя я заряжаю барабан на воффентрагере и просто стреляю возле вражеской базы возле камня в куст я попадаю по бабахе я вижу что я попал именно фв 40 05 я вижу какой урон вылетел также я стреляю туда еще раз и вижу опять урон на мой взгляд это полный бред и вот почему я получаю информацию что я наношу урон танк который я не вижу откуда я вообще знаю что это за танк ведь он даже не светился ни разу в бою вообще то есть я получаю очень важную ключевую информацию о том что там стоит танк о том что у него не хватает вот столько то хп сколько я снес во первых в честь чего я эту информацию получаю это же просто что-то похожее на запрещенные моды с которыми разработчики борются может тогда уже весь мод пак запрещенный в игру засунем как-то очень странно и видеть такие вещи на общем тесте патча 126 да я так понимаю это в релиз не пойдет это просто добавили что-то там потестировать нож зачем потестировать это для чего объяснений никаких нет вообще есть такое ощущение что если мы не поноим то это могут просто и добавить в игру или если кто-то скажет такой типа о прикольно давайте это добавим но как мы потом будем играть в это это же просто жуть в куче с лампочкой которая всегда светится вот это вот вещь может привести к тому что ты просто высовываешь где-нибудь лицо лампочка у тебя всегда горит во первых тебе не нужно отъезжать отсвечиваться 10 секунд и подъезжать снова чтобы понять откуда ты светишься и что там реально кто-то стоит никуда не уехал так ты еще можешь блайндами пострелять и понять в кого ты попал насколько урона где он стоит вот эти два изменения вместе вообще абсолютно никак нельзя добавлять поскольку это получится просто жесть тут в принципе сама лампочка в таком виде это уже что-то жесткое и группа меняет очень сильно и для лтшек и в принципе механика засвета совершенно по-другому играться будет так еще вот этот видимый урон блайндами это что-то вообще невообразимое я считаю что такую информацию вообще нельзя получать из ниоткуда что ты попадаешь там которые не светится и знаешь еще и что это за танк честно говоря я не понимаю зачем вообще это тестировать если это нужно для разработчиков чтобы что-то проанализировать собрать какую-то статистику чтобы было понимание про какие-то вещи так объясните это что это нужно что-то протестить или это тестируется чтоб в таком виде добавить в игру в таком виде в ирану не надо Я считаю, что нынешней механики вполне достаточно, чтобы понять, что ты попадаешь блайндами или не попадаешь. Если снаряд взрывается на земле, стене или на чем угодно, значит ты не попал по сопернику блайндом. Если снаряд пропадает, значит ты в кого-то попал. Этой механики предостаточно для того, чтобы иметь понимание, что ты блайндами попадаешь. А в кого ты попал и на сколько, ты не должен знать вообще ни при каких обстоятельствах, ведь он вообще не светится. Это вообще в голове не укладывается, как можно было такое придумать, добавить. В дискорде со стримерами я не видел ни одного положительного комментария в сторону этих изменений, причем всех. Я чуть ли не единственный, кому понравилась лампочка сбоку. И то я считаю, что все равно нужно сделать настройку, чтобы можно было вернуть ее на прежнее место. И остальные изменения тоже особо никому не понравились в принципе вообще. Для кого вот это вот делалось, честно говоря не знаю. Неужели в игре не о чем заняться? Я считаю, что есть очень старые косяки, которые давно пора было бы уже исправить. Но они добавляют каких-то новых непонятных вещей. По типу вот этих вот лампочек и блайндов. В игре камеру крутит-вертит на каждом повороте. Жесткая токсичность у арты, хоть она и в худшем состоянии, по словам разработчиков. Также балансировщик. Ему очень плохо, когда онлайн маленький и он начинает собирать черти что. Разработчики лесты умудряются включать помимо рандома параллельно еще кучу режимов, куда часть народа уходит играть из-за этого. И без того не самый огромный онлайн начинает делиться на очень много разных кучек людей, которые играют во что-то другое. Из-за чего в сам рандом играет еще меньше людей. И балансировщик еще тупее бои начинает собирать по балансу. То там тяжа не хватает, то там какие-то непонятные вообще танки. С одной стороны все бумажные, с другой все бронированные. Также когда в рандоме мало людей играет, соотношение количества арты на весь онлайн становится больше. И чаще играешь с двумя-тремя артами. Огромные проблемы есть у балансировщика, у камеры. Также токсичность арты. Но вместо того, чтобы этим заниматься, разработчики еще штурм САУ хотят. Что на мой взгляд вообще не в ту сторону. Я уже молчу про какой-нибудь баланс или справедливость стрельбы. Эти легендарные бои на моих стримах по 15 вертух в точку в центр прицела на новом танке первый бой. И когда ты уже давно на танке играешь, там уже сотый бой, три отметки добиваешь, у тебя танк при полном сведении только с землю роет. Это смотрится очень смешно. Я думаю, что в игре есть чем позаниматься, чтобы игра стала приятнее, менее токсичной и справедливее, чем вот эта вот какая-то дичь. Я даже не знаю, как назвать это изменение. Во-первых, это вообще две разные игры. До этих изменений и после. Во-вторых, непонятно, будут ли когда-нибудь добавлять последнее с блайндами. И зачем они вообще это тестируют, почему они это никак не объясняют. Просто в самом низу чуть-чуть две строчки, три написали. А что к чему, почему, непонятно. Почему-то нету какой-то близости разработчиков к своей аудитории. Такое ощущение, что они не особо на нее внимание обращают. Только когда сильно игроки поноют, разработчики начинают что-то там шевелиться. Если игроки не ноют, то разработчики им прям на шею садятся и начинают уже добавлять в игру вообще по кайфу. Такую хрень, что просто ее на голову не натянешь. В принципе, все. Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Варчик. Горать красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok